Привет, мои дорогие зрители! С вами Елена на канале Косметическая Кухня Бьюр, на котором я дерусь проверенными рецептами приготовления качественной косметики своими руками. И сегодня я покажу легкий процесс приготовления пенки для умывания с инзивными ферментами манго и папайя, которые оказывают эксфолирующие действия. Пенка отлично очищает, но при этом не пересушивает и не стягивает кожу лица. Я знаю, что вам интересно увидеть процесс приготовления пенки, поэтому незамедлительно нажимайте лайк, подписывайтесь на канал, а также делитесь этим видеоуроком, чтобы увеличивать количество просмотров моих видео. Это отличная мотивация для съемки новых видеоуроков. А я тем временем начинаю приготовление. На моем столе вы видите набор компонентов, которые понадобятся для приготовления пенки. Купить его можно в интернет-магазине бьюр, доставка по Украине и в другие страны мира. А полный рецепт с процентами ввода всех компонентов вы найдете в описании к данному видеоуроку. Итак, давайте же приготовим фазу номер один, в которой я смешиваю три вида паф, а именно анионный паф Амилайт 2%, нейоногенный паф Кока Глюкозит 3% и после их перемешивания друг с другом я введу амфотерный паф Кока-Бетаин в количестве 5%. Но здесь, внимание, не Кока-Мида-Пропил-Бетаин, а именно Кока-Бетаин с концентрацией основного вещества 30%. Данный паф является мягче, чем Кока-Мида-Пропил-Бетаин. И затем я перемешиваю все поверхностно-активные вещества друг с другом и отправляю данный стаканчик на водяную баню. Нагревается до температуры около 40 градусов Цельсия. На самом деле, часто средства для умывания готовят холодным способом и также часто нас спрашивают, почему их пенка для лица расслоилась. Так вот, вы поняли о чем секрет? Необходимо подогревать все фазы хотя бы до 40 градусов Цельсия. Тогда они лучше соединяются и у вас ничего в конце не расслаивается. А тем временем я приготовлю фазу номер 2, где в 2 процентах пентиленгликоля я растворяю 1 процент ферментированного масла оливы и 1 процент консерванта Непогард СЕ. Пентиленгликоль помогает консерванту и ферментированному маслу проще раствориться в поверхностно-активных веществах. А собственно, само ферментированное масло служит пережирывающей добавкой в данном рецепте. Мы растворили все компоненты друг с другом и сейчас данную смесь я добавлю в горячие поверхностно-активные вещества, которые у меня стоят на водяной бане и все тщательно размешаю. После чего я приготовлю фазу номер 3, где уже в заранее отмеренном количестве дистиллированной воды я растворяю 3 процента увлажняющего компонента бетаин, а также 4 процента собственно самих энзимов под названием папангоэнзим. Папангоэнзим это смесь энзимов папайи и манго и работают они отлично как в средствах для очищения кожи и волос, так и в ферментных пилингах для кожи лица, тела и кожи головы. И последний в данную рецептуру я введу 0,2 процента загустителя альгинат натрия. Такое количество не загустит нашу воду и не сделает плотный гель, но добавление небольшого процента геля образователя в пенке для умывания дает очень приятный скользящий эффект. Также вместо альгината натрия вы можете ввести к примеру ГЭЦ или пребиолин, но их лучше взять дозировки чуть меньше, примерно 0,1 процента. И моя задача полностью растворить альгинат натрия в водной фазе, после чего я начну смешивание всех ранее приготовленных фаз. И здесь мне также хочется сказать, что если вы не хотите готовить пенку для умывания под специальный флакон, а скажем, сделать гель для умывания, значит вы просто добавляете намного больше загустителя для того, чтобы получить плотный гель. Это единственная разница между пенкой для умывания и гелем для умывания. Итак, продолжаем работать дальше. После растворения альгината натрия в водной фазе, а также смешивания фазы номер 1 и 2, вот как она выглядит, я буду начинать смешивать данную смесь с водной фазой. Для этого я отправляю на магнитную мешалку фазу с поверхностно-активными веществами, но хочу уточнить, что и данная, и данная фаза у меня прогрета примерно до 40 градусов Цельсия. Я достаю ложечку, включаю магнитную мешалку и постепенно начинаю вливать фазу номер 3. Также хочу уточнить, что если у вас нет магнитной мешалки, это не проблема, вы можете размешивать с помощью мини-миксера, а затем продолжить размешивание с помощью ложечки или палочки. Если же вы будете постоянно размешивать мини-миксером, вы взобьете достаточно большую шапку пена, которая будет оседать потом несколько часов. Поэтому не переусердствуйте со взбиванием пенки. Итак, я вылила всю водную фазу и теперь я оставлю стаканчик на магнитной мешалке размешиваться примерно на 15 минут. Вы же данное время размешивания можете изменять под себя в зависимости от объема приготовленного готового средства. После полного размешивания всех компонентов друг с другом у меня получилась вот такая вот однородная желтая жидкость. И конечно же на последнем этапе приготовления мне необходимо измерить pH получившейся пенки. И как вы можете видеть, он у меня равен примерно 5,3. Это отличный pH для пенки для умывания. Для своей кожи я обычно выдерживаю его в рамках от 5,0 до 5,5. Вы же в свою очередь можете корректировать данную кислотность в более высокую или низкую сторону. И на этом приготовление закончилось. Я переливаю пенку во флакон с пенообразователем и наслаждаюсь приятной мелкой пенкой при умывании. Не стесняйтесь писать слова благодарности и конечно же ставить лайки моему видео уроку. Тем самым вы мотивируете меня на разработку новых видео рецептов. С вами была Елена и до встречи через неделю. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин